Вирус 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 Вируса На самом деле Я поиски Вирус 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 Он находится на поверхности, это тот самый белок, через который осуществляется взаимодействие коронавируса с ангиотензиноподевращающим ферментом на поверхности клеток. И за счет этого взаимодействия коронавирус, собственно, проникает внутрь клетки. Поэтому поиск мутации в нем, да, и кроме того, на этот белок сейчас, насколько я знаю, пытаются вырабатывать иммунитет при помощи различных вакцин, разрабатываемых в данный момент. Соответственно, мутации в нем достаточно важно изучить, с целью того, чтобы понять, какой штамм будет, ну, то есть, как он будет распространяться, попытаться предсказать его патогенность, скорость распространения, или мутации могут оказаться крайне важными для... Поэтому я решил посмотреть мутации, которые накапливаются, которые возникают в геноме коронавируса. И для этого мной были скачаны все имеющиеся последовательности. На конец марта это было всего несколько, по-моему, тысяч последовательностей геномов коронавируса в базе GSAID. Дальше я провел поиск белка S, гена, кодирующих белок S-спайк, в этих геномах при помощи программы BLAST. Дальше получил просто базу генов, кодирующих S-белок, и работал уже с ней. В результате первым, что бросилось в глаза, это то, что в ряде изолятов, в достаточно большом количестве изолятов, которые в основном распространены, которые были в основном собраны в Европе, Северной и Южной Америке, а в 614 положении в аминокислотной последовательности спайк-пилка произошла замена аспарагиновой кислоты на глицин. Тут надо сказать, что аспарагиновая кислота и глицин – это две абсолютно разные аминокислоты по своему химическому строению, по строению своего радикала, аспарагиновая кислота нанесет дополнительный заряд в радикали, и, соответственно, может формировать водородные связи с другими аминокислотами, и, соответственно, аспарагиновая кислота часто влияет на взаимодействие разных заменов белка друг с другом, либо разных субъедниц белка друг с другом. И замена такой аминокислоты на глицин может оказывать критичное воздействие как на функцию белка, так и на его структуру. Кроме того, глицин делает мутация, замена какой-то аминокислоты на глицин может серьезно повлиять на структуру белка. Вообще, наличие глицина в аминокислотной последовательности делает ее несколько более жесткой. И, соответственно, такая мутация, как мне тогда показалось, она может как-то существенно влиять на свойства вируса, на свойства тех же там вирусов, которые ее несут. Жду, когда появится картинка, чтобы показать распространение этих мутаций в различных изолятах. Ну ладно, попытаюсь передать это все на словах. В общем, если посмотреть на результат анализа, то будет видно, что, как я уже сказал, аспарагиновая кислота характерна больше для тех изолятов, которые выявлялись в начале эпидемии и выявлялись в Азии. Аспарагиновая кислота в этом положении – это, скорее всего, исходная форма, более базовая форма, нежели глицин. То есть явно произошла замена, замена произошла где-то, скорее всего, около февраля, в начале марта. И интересно, что именно вот этот штамм, имеющий глицин, судя по всему, пошел с востока на запад. Потому что большая часть изолятов Европы и обоих Америк несут, да, и, кстати, Австралии тоже, они несут именно глицин в этом положении, а не аспарагиновую кислоту. Что касается изолятов, выделенных из России, они тоже все были проанализированы. Для российских изолятов характерно больше именно глицин в этом положении, нежели аспарагиновая кислота. Что говорит о том, что подтверждает, в частности, гипотезу о том, что к нам коронавирус был занесен именно все же из Европы. Опять же, повторюсь, что это все данные, что этот анализ был проведен еще в конце марта, в начале апреля. Дальше я решил почитать литературу, вообще, мало ли, уже писали, потому что подобного рода исследований ведется в мире очень много, и, скорее всего, кто-то уже этим занимается, я не ошибся, где-то в конце апреля. И в конце апреля на сайт биоархив, это сайт перепринтов статей, была выложена статья, в которой тоже описывалась эта мутация. И, кроме того, интересно, что авторы этой статьи предполагают, что наличие этой мутации в S-белке делает коронавирус более способным к распространению, то есть увеличивает его скорость распространения. Они проанализировали, была проанализирована и предсказана возможности влияния данной замены на структуру S-белка, и высказаны две гипотезы, точнее, две гипотезы о том, как он может влиять на, эта мутация может влиять на скорость распространения. Было показано, что, скорее всего, эта мутация действительно сильно влияет на конформацию S-белка и влияет на способность его связываться с рецептором S-2. Соответственно, считается, что наличие данной мутации делает такое взаимодействие более прочным, и вирус на рецепторе держится более долго, и это дает ему возможность эффективнее проникать в клетку. Кроме того, считается, что подобная мутация может даже влиять на эффективнее связывание нейтрализующих антител с этим белком. То есть, если человек уже переболел штаммом, который несет аспарагиновую кислоту в данной позиции, и заразился штаммом, который несет глицин в данной позиции, возможно, нейтрализующие антитела не будут в достаточной степени эффективны против этого нового штамма. И буквально на днях была опубликована другая статья, в которой также говорится о том, что данная мутация может значительно увеличивать способность этого вируса к распространению и снижать эффективность уже существующих нейтрализующих антител к штамму, несущему эту замену. Вот. Обе эти статьи, надо сказать, еще не опубликованы в рецензируемом журнале. Свои результаты я, кстати, тоже так и не опубликовал. И, в общем, тут еще можно сделать один вывод, что надо свои результаты обязательно публиковать вовремя, потому что, в общем, на правую первенство открытия этой мутации я уже претендовать, к сожалению, не могу. На самом деле в S-белке есть еще и другие значимые мутации. Пожалуй, одна из наиболее интересных – это первая мутация, которая была обнаружена только в Бельгии. При этом она обнаружена была еще… эти заряды были обнаружены еще до того, как были закрыты, полностью закрыты границы Бельгии. И не очень понятно, почему она, этот штамм, не уехал оттуда. Вот. Ну и как мы видим из этого слайда, на самом деле вирус мутирует, накапливает мутации. Но, к сожалению, на данный момент информации о том, как эти мутации могут оказывать влияние на свойства вируса, в литературе пока нет. Они просто описаны, но более детальной характеристики их найти не удалось. Таким образом, можно сделать вывод, что замена аспирогенового кислоты на галицин в S-белке коронавируса SARS-2 может представлять определенный интерес и может иметь важное влияние на скорость распространения коронавируса и последующую разработку вакцин и эффективность вакцин. Спасибо за внимание.